Однажды, думаю, в начале нулевых, где-то около Даниловского рынка, я стала свидетелем ужасной сцены. Два милиционера, сильно согнувшись под тяжестью ноши, в каком-то цветастом покрывале, несли тело очень грузной женщины. Это было не тело, женщина была живая, она стонала, только лицо у неё было какого-то зелёного цвета. За этой процессией тянулся широкий кровавый след, спокрывала, текла кровь. Естественно, я остановилась, как и другие зеваки вокруг, и по нашим рядам очень быстро пошёл слушок о том, что эта самая женщина-продавщица с рынка, которую только что прямо на рабочем месте зарезал любовник. Зарезал он её из ревности. Здравствуйте, друзья! С вами снова программа «Вопросы и ответы», программа, в которой я расскажу всё, что захочу, кому-то погадаю на картах. Знаете, я придумала для вас интересную, полезную, содержательную тему, рабочее название. У неё такое «Как вернуться любовь, когда отношения идут по бороде». Но я отложу эту тему на следующую программу. Если вам интересно, не пропустите. А сегодня мы только разбираем ваши домашние задания по запрошлой программе. Она называется «Три истории про разницу». Я вам рассказала три истории про пары с какой-то разницей в возрасте и попросила вас высказаться, что вы про это безобразие думаете. Расскажу новым зрителям, ну а вам напомню, что первая история была про девушку Светлану, которая почему-то выбрала остаться прислугой в своём бывшем собственном доме, когда её молодой муж привёл в этот дом новую молодую жену. Странная история, редкая. И вторая история про завидного жениха Артёма, за которого все хотели замуж, и который крутил романы только с самыми красивыми и юными моделями, а женился в итоге на неумной, некрасивой, недоброй и, самое главное, немолодой женщине, которая старше Артёма на 15 лет. И вот первый комментарий. Ай-Ай-Эм, или, может быть, это римская цифра 2, я тут не знаю, пишет по первой истории. История ужасная. И ужасно не то, как с ней поступил парень, ну то есть молодой муж, унизив её до нельзя, приведя в дом новую законную жену. А ужасно, что она с собой сделала, оставшись в этом доме прислугой. Она себя добила безжалостно, от такого сложно отойти. Это извращённое самоубийство. И, да, эта женщина сама себе самый страшный палач. И по второй истории, это та же зрительница пишет, «Но раз бывает, что мужчина яркий и красивый, а женится на серой мышке». Много объяснений, психология, на маму похожа, на рот похожа, запах гормона и прочее. Но есть ещё вариант. Приданница. Супербогатое наследство. В противовес без приданницы. Многие упускают тот факт, и вот здесь я специально, видите, интонационно выделяю вот этот вот абзац, прошу девушек всех, особенно юных, неопытных, вот это послушать, потому что это золотые слова, это царь комментариев у нас. Многие упускают тот факт, что все мужчины без исключения корыстны и расчётливы. Пока мы там в розовых соплях, они уже в уме всё просчитали и прикинули, насколько эти прииски золотые. Золотые слова ваши, дорогая АйАйЭм. Потому что это вот истинная правда. Не знаю, почему женщины, девушки этот факт часто игнорируют. Тот факт, что мужчины значительно сильнее привязаны к материальному миру, значительно активнее считают деньги, на порядок сильнее эти самые деньги любят, соответственно, любят и выгодные альянсы, и выгодные браки. Следующий комментарий. Татьяна Талиса пишет. У меня взрослый сын, и я бы не хотела для него безответной любви и страданий. Я немножко сейчас вам, Татьяна, только лишь напомню, что безответная любовь или невзаимная, мне больше нравится это слово, невзаимная любовь очень для многих людей, служит мощнейшим стимулом для роста, для саморазвития. Но это, конечно, для сильной личности, слабых, как правило, она ломает, портит. Ну, а по вашим рассказам. Первый случай классический. Жертвенная любящая женщина, посвятившая себя мужчине, и настолько недальновидная, что даже дом не был оформлен в общую собственность. Искренне сочувствую ей, любовь делает из нас классических дур. Ну, а второй рассказ из ряда фантастики. Действительно, одно предположение. Просто женщина так богата, что смогла привлечь оккультные науки и зомбировать Артема. Хорошая версия. Тоже вот тогда, когда история случилась, среди общих знакомых она муссировалась. А мы обсуждали тоже этот вариант, что там какая-то тяжелая такая дорогая артиллерия, дорогая магия включилась. И Артем ходит просто без головы. Далее. Татьяна Хорошкова пишет. Первая история. Светлана и парень из Нальчика. По моему мнению, Светлана сразу для него была прислугой. Да, то есть не потом. Сразу была прислугой, так как не было у них официально узаконенных отношений. А теперь он просто четко, юридически определил ее статус. Уборщица на зарплате. Ужасно несправедливая история. А вторая. Артем и дама 50 лет. История, которая осталась для меня загадкой. Ну, как для многих, да. Обычно молодые парни женятся на богатых тетях в тех случаях, когда хотят скрыть свою ориентацию. Но тут случай явно другой. Есть предположение, что дама его купила, но не любовь же это. Вот так. Тоже спасибо, Татьяна, за ваш комментарий. Позже для вас будет гадание, потому что вы еще вопрос про себя прислали. Далее. Пользователь с именем Жизнь удалась. Пишет. Артем был, наверное, бесплоден. А вот это правда. Вот это правда я почти с достоверностью знаю, потому что он сам об этом поговаривал. То, что он бесплоден. Но этот факт все равно не извиняет его брак с сильно пожилой женщиной. Правда? Ну, то есть, можно было как-то это по-другому обыграть. Мне кажется, это бесплодие. Елена Валентиновна 1 пишет. Артем гей. Тоже мы допускаем, да? Такой вариант. Не похоже. Вот честно скажу, совсем не похоже, ну, потому что он все время с девушками крутил роман. Не мог же он так стараться, мучиться, да? И спать с девушками только, чтобы скрыть свою ориентацию. А еще почему я не думаю, что Артем гей, потому что вот в кругах, которым он близок, это не очень поощряется. Тем более, это давно было, там, другое время, другие годы. Не знаю. Далее. Лариса К. пишет. Наверное, мужчина так купил свою свободу. То есть, можно тихо развлекаться с другими девушками. Это я уже поясняю, когда тебя дома ждет просто старая жена, да? И девушки не будут много от него ожидать, и папа не будут сватать, приходить. То есть, Артем таким образом окончил на себя охоту. Хороший вариант. Но вот заметьте, что во всех комментариях по второй истории мы все-таки приходим к выводу, что Артем-то умный, да? Брак по расчету умный. Окончил охоту. Тоже, знаете, такой стратег. Не придерешься к нему. Далее. Елена Зотова пишет. По первой истории такие соображения. У мальчика в 17 лет была попытка суицида, а Светлана спасла ему жизнь. Поэтому при любых жизненных раскладах она не может его оставить одного или с кем-то. Неважно, а вдруг он умрет. И по второй истории Артем присыщен, но не удовлетворен, богат, но нет власти, хочет обладать Граалем, глобально ищет свое отражение в зазеркалье и находит искаженное, некрасивое, старое и о-о-очень богатое. Ну, видите, как раз от разу все интереснее нам, да? Комментарий от счастливой любимой. Это постоянная зрительница часто пишет. Спасибо вам большое. Мое мнение по Светлане. Держи друзей близко, а врага еще ближе. Осталась она в прислугах, чтобы отомстить. Может, весьма изощренно. Возможно, убрав горе мужа даже руками молодой жены. Тут уже, знаете, Агата Кристи, да, что-то такое начинается. И дом с садом останется ей. Не знаю как, но думаю, ведь построить такой дворец фактически своими руками нужны и ум, силы, терпения. И не так проста наша Светлана. По второй истории, либо мужчина гей и сделал себе иллюзию семьи. Молодые и красивые невесты, узнав всю правду, все же хотели, наверное, и брак, и детей, а тут зрелая женщина, у которой другие интересы, либо взрослая жена имеет скрытые возможности для его развития в какой-то сфере финансовой связи, имя и так далее. Вот это истинная правда, да, действительно. Женщина была не только богатая, но и с определенным, хотя и весьма-весьма спорным статусом и с большими связями. Тоже были версии среди общих знакомых, что Артем собрался в политику идти. И вот эта жена ему нужна для продвижения. Знаете, в политике там все держится на кровно-родственных связях. Вот. Далее. Майами пишет. Многоуважаемая Светлана просто адский мазохист или в один прекрасный день отравит всех. Следующие два комментария на одну и ту же тему. Лори П. пишет. А как же Макрон? Любовь же? И Татьяна Говенко пишет. Что вы скажете о жене Макрона? Ну, да. Во-первых, похоже, что там действительно любовь. А во-вторых, о жене Макрона я скажу то, что о ней сейчас говорит весь мир. Что она трансгендер? Далее. Астга Гейт. Простите, если неправильно читаю. Продолжение истории. По моей версии. Старшая жена выжила молодую, и теперь смена его партнер стала их общей любовной забавой. Так, немножко извращенненько, да? Так немножко оттенки серого пошли у нас. К такому исходу располагают личные качества старшая жена. Она смелая, решительная, нестеснительная, способна к авантюрам и риску. Она может дружить, ее бывшие работают в полиции или других структурах, они помогали и помогают ей до сих пор. Молодой муж, молодой, неопытный. Успех скружил ему голову, он переоценил себя, недооценил партнера. Следовательно, конец предрешен. Старшая жена затаится, как змея, изучит все сильные и слабые стороны соперницы, просчитает риск и нанесет смертельный укус. Пожалеет ли его? Скорее, да, но не уверена, в зависимости от того, как он себя вел во время своего временного триумфа. Ну, что сказать. Это сюжет для книжки. Если не для повести, то хотя бы для рассказа. Я даже могу взяться и написать, кстати. Почему бы и нет? И по второй истории тоже та же зрительница пишет. Красавец парень голубой. Эта женщина заменит ему мамой, с детьми не будут родственники доставать. Он до конца своих дней будет жить, как у Христа за пазухой. И женщине престижно иметь рядом красавца из хорошей семьи. И вот, кстати, знаете, читая ваши комментарии, что-то узнаю про себя даже. Я вот подумала, ну, вы же часто меня замуж выдаёте. Типа, рано себя хоронить, найди себе кого-нибудь. Да, полно же таких комментариев. И вот я прочитала, думаю, а вот мне бы подошёл такой вот брак. Прямо это вот моя схема. Да? Престижно иметь рядом красавца из хорошей семьи, и при этом у него никаких притязаний, никаких претензий, потому что у него интересы в другой сфере, в другой области лежат. Далее. Ирина пишет. Вторая история – это любовь. Мы можем выбирать, искать, а сердце – троеточие. Это другие видели некрасивость, а для него она именно та. Именно та. И это напомнило мне мою первую любовь. Говорили, что он страшный, ужас, старший, урод, а я налюбоваться не могла. Умирала от счастья, прикосновений. И очень долго его любила, даже когда вышла замуж. Ирина, почему вы не вышли замуж, если вы любили этого человека? Что это было? Сложно сказать. Сложно сказать, конечно, не приворот. Почему? Но ум, харизма, обаяние, несмотря на некрасивость. Вот, Ирина, спасибо за комментарии. Мы поняли, оценили вашу историю. Но тут сделаю сноску. У вот этой вот жены Артема, пожилой, не было ни ума, ни харизмы, ни обаяния, ничего такого, даже подобного. Откуда я в деталях все это знаю? Знаете, один раз случайно по телевизору наткнулась на интервью с ней. Причем в какой-то детской программе она что-то там рассказывала про воспитание ребенка. И нет, она не умная и не обаятельная. Ну не умная даже на уровне, знаете, психиатрии просто. То есть вот складывается впечатление, что что-то типа травмы или органического поражения мозга имеет место. Татьяна Бондарь пишет к истории про Светлану. Я бы хотела, чтобы она подала в суд на раздел имущества. Она от суженной деньги открыла свою кафе. Она же прекрасно готовила. Вот такие замечательные комментарии. А теперь я хочу рассказать, что я думаю. Я же обещала, да, как кроссворд, а в конце журнала ответы. Я не берусь утверждать, что мои ответы правильнее, чем ваши. И это не истина в последней инстанции. Но тем не менее, я что-то про это думаю. Итак, первая история. Еще раз, да, Светлана. 15 лет прожила с молодым человеком, сильно младше себя, очень вложилась в него. И когда он разбогател и построил большой дом, он привел молодую жену, а Светлана осталась при них работать прислугой. Что я думаю про Светлану? Вот знаете, у Горького в пьесе на дне, любите ли вы Горького так, как люблю его я, вот забываю фамилию персонажа. Вот он говорит, да, старику, где тепло, там и родина. И вот Светлана здесь тоже руководствуется вот этим вот жизненным принципом. Я думаю, Светлана осталась, ей было важно остаться в этом доме и важно сохранить вот тот материальный уровень, к которому она привыкла. То есть сохранить свой вот этот вот материальный мир. Потому что, ну вот представьте, мы как бы осуждаем ее за этот выбор, такой вроде бы унизительный, потому что речь идет о какой-то, кажется, что речь идет о какой-то чудовищной нелюбви к себе. Но с другой стороны, а был ли у нее выбор? Вот подумайте, если бы она ушла от этого мужа и из этого дома, ей бы пришлось пойти работать, а она не работала до этого очень долго, то есть у нее нет ни карьеры, ни связи. После 50 лет найти с нуля, ну нехорошую, даже нормальную работу, трудно, невозможно. То есть ей бы пришлось ездить в метро, слушаться каких-то дураков, считать вот эти вот копейки из кассы, которые ей выдают. В ее городской квартире на тот момент уже жила взрослая дочь с мужем и ребенком, то есть Светлане бы пришлось арендовать жилье какое-то, да, она арендованное жилье, даже на маленькую дешевенькую квартирку, где-то далеко, в плохом районе, все равно нужны деньги, нужно заработать. То есть Светлане бы пришлось просто полностью удешевить на порядок свою жизнь, свою повседневную жизнь, свой материальный мир, перейти с черной икры на кабачковую, а это, знаете ли, очень вредно для желудка и психики. Вот я думаю, я объясняю ее выбор только так, что она вот просто оставила этот мир свой материальный, то есть свое вот это вот благосостояние. Называть ли это нелюбовью к себе, я не знаю. Вообще любовь к себе, тоже поговорим в какой-то программе об этом. Это очень многоликая субстанция. Я помню диалог тоже где-то 20-летней давности мой с одной коллегой. Я ей говорю, что я никогда не ем на ночь, потому что я люблю себя и хочу оставаться молодой и стройной. А она говорит, а я всегда ем на ночь все, что захочу, потому что я люблю себя и не буду себе в чем-то отказывать. Понимаете, да? Два варианта любви к себе, а поступки совершенно альтернативные. Поэтому и про Светлану тоже. Тут неизвестно, что любовь к себе, а что нелюбовь к себе. Может быть, если бы она ушла действительно в какой-то съемный угол, на тяжелую затхлую работенку, там в этот голод, это бы было проявление нелюбви к себе. Правда же, да? Вот. Я вижу эту историю вот тут только так. Конечно, нам было бы интереснее, если бы мы дополнили это все в будущем. Да, если бы мы знали продолжение истории, как там это у них все случилось. Потому что, возможно, варианты. Мы можем фантазировать тут как угодно. И вторая история – это молодой человек Артем, красивый, умный, яркий, романтичный, ужасно нарядный, с чувством юмора, восхитительный, очаровывающий, ну просто даже не каждую вторую, а каждую первую девушку вокруг себя. Вдруг неожиданно женился на вот такой вот довольно пожилой относительно него женщине, жертве пластики. Ну очень-очень богатый. И вот мы об этом сейчас рассуждаем. Моя версия какая. Вспомните, с чего я начала сегодня эфир. С истории с Даниловского рынка. Это история про ревность. Зачем она существует и к чему она приводит. Ну я не случайно ее, правда, рассказала. Моя версия вот в чем. Самое главное. Проблема Артема в том, что он, несмотря на видимую, такую безупречную, яркую оболочку, был человеком сложным. И сложным, не по-хорошему. У него внутри было много комплексов и страхов. И один из этих комплексов это ревнивость большая. Я думаю, что Артем был сильно ревнивый. Возможно, даже патологически ревнивый человек. И как всякий умный человек, он избегал обстоятельств и поводов, могущих послужить триггером, запускающим вот эту вот программу ревности. Ну знаете, все мы вот от звезд наделены целым набором гадких качеств. У кого-то ревнивость, у кого-то гневливость. Не будем показывать пальцем. У кого-то трусость, у кого-то глупость, у кого-то алчность. Ну и так далее. И каждый из нас, как герой известной сказки, должен найти свой изумрудный город. И там излечиться. Найти, оставить плохое, оставить, например, свою трусость, забрать смелость. Или глупость свою оставить и забрать себе мозги. Но это один путь. Да, это путь для таких осознанных и, в общем, серьезных людей. То есть преодолевать и изживать в себе свои недостатки. А есть второй путь, который, вот я думаю, выбрал здесь Артем. Просто постараться, зная за собой вот какое-то плохое качество, просто постараться в жизни избегать историй, которые могут вот это качество развить или спровоцировать. Просто, да. Если мужчина ревнивый, он женится на какой-нибудь девушке, женщине, которую ни в коем случае не будет ревновать. Как вот наш Артем. Ну, невозможно представить, как можно вот эту вот старую некрасивую жену ревновать. Во-первых, маложелающая, да, она мало желания возбуждает в окружающих. Во-вторых, сам Артем в нее явно не влюблен, поэтому у него вот эта вот программа ревности не запускается. Точно так же гневливый человек, да, просто избегает в этой жизни общаться с теми, кто его бесит. Да? Человек трусливый, что, не ныряется к валангам, не прыгает с парашютом, ну, чтобы ничего не бояться, чтобы его ничего не пугало, и так далее. Глупый человек, по возможности, не окружает себя умными людьми, да, умными персонажами, чтобы на этом контрасте глупость свою не ощущать и не забиваться в комплексы, и так далее. Ну, вот такая вот схема. И каждый из нас, я думаю, в любой момент времени делает свой выбор. Либо ты идешь в свой изумрудный город, чтобы в боль стать лучшей версией себя, и побороть, и преодолеть, и излечиться окончательно от своей ревнивости, гневливости, трусости, алчности, глупости, и так далее. Вот. Либо ты просто такой, совершаешь каждый день некий избегающий маневр. Ты избегаешь любых триггеров таких. Вот я думаю, что, ну, в жизни получается у нас, наверное, это комплексно, да, 50 на 50. Где-то мы избегаем, а где-то носик-носик у нас жизнь ставит, и ты уже не можешь обойти, и ты уже как-то себя лечишь. Вот это вот наш Артём. Он был ревнивый человек. Я... Ну, то есть, я кое-что знаю, что позволяет мне делать выводы про его такую вот ревнивость. К тому же, я знаю гороскоп Артёма, гороскоп Артёма, и его гороскоп очень предполагает и выдаёт прямо в нём, знаете, такого вот от звёзд, от природы ревнивого человека, которому очень трудно с этой ревностью бороться. Кстати, гороскоп Светлана, я не знаю, вообще полностью забыла дату её рождения. Хотя тоже любопытно было бы посмотреть, да, вообще, учитывая её вот этот вот выбор, любовь к хозяйству, я думаю, что Светлана телец. Правда? Похоже. Крепкие нервы. И расчётливость такая вот определённая. Далее. Ну, мы коснулись темы ревности. А, да, ну, а с Артёмом что получилось? А тут ещё такой небольшой бонус. Совершенно как бы случайно эта жена, которую не надо ревновать, не надо страдать от ревности, эта жена ещё и оказалась дьявольски богата. То есть, её ещё не надо содержать, а можно, наоборот, от неё дорогие подарки принимать, автомобили, и недвижимость, что, собственно, и сразу началось в их браке. Зачитаю по поводу ревности. Пушкин писал, да-да, ведь ревности, припадки, болезнь, так точно, как чума, как чёрный сплин, как лихорадка, как повреждение ума. Она горячкой пламенеет, она свой жар, свой бред имеет, сны, злые признаки, свои. Думаю, в одной из программ мы обязательно будем говорить про ревность, потому что я вижу очень многих женщин, которые силу, разрушительную силу, губительную силу ревности и собственной, и своего партнёра не осознают. Бывают, девочки даже, знаете, спрашивают с какой-то жадностью, там, погадать. Ой, ну а он меня ревнует, вот он меня ревнует, хотят даже, чтобы их ревновали. Вот не надо так. Ревность это всегда плохо. Ревность это как, знаете, ну, Пушкин сравнивает с чумой, да, мне ревность отдаёт запахом от ног. Вот знаете, есть люди, у которых ужасно пахнут ноги, ступни, вот такой неистребимый запах есть. Вот приходит такой человек куда-то в гости, в чистых носках, даже в новых ботинках разувается, а там прям мухи дохнут в радиусе, да. Вот эта ревность или ревнивость это вот такое же свойство, как вонючие ноги, понимаете, да. это от природы, с этим очень трудно бороться, и это не принято афишировать, это нужно тщательно скрывать и избегать любых действительно ситуаций, в которых вот эта ваша ревнивость, вот эта вонь, вонь, вот эта может обнажиться и привлекать к себе внимание, то есть вот так. и кстати, еще по поводу ревности тоже нам недавно порекомендовали фильм «Молодая жена». Спасибо, и не только я благодарю, и многие зрительницы благодарят за рекомендацию фильм «Молодая жена». Старый фильм советский, я никогда его не видела в главной роли там женской Аллы Каменкова, прекрасная актриса, которая почему-то мало сыграла сама, в основном озвучкой всю жизнь занималась. Фильм про, ну там про многие разные вещи, вы знаете, я его смотрела не отрываясь, потому что это абсолютный шедевр, вот именно как кино, кино состоялось идеально, все от операторской работы до костюмов, там потрясающе показан очень нищий и очень грязный быт героев, что тоже тяжело было воссоздать кинематографически, я очень хорошо это понимаю, и зрительница, которая рекомендовала нам этот фильм, написала, что вот так, 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 ну кончилось же все хорошо, и я-то это послушала, я весь фильм сидела и смотрела, когда же там это все хорошо кончится, а в моем понимании хорошо, это значит главному герою, вот этому, ну условно старому мужу должна была прилететь какая-то лютая смертушка, вот лютая, такая, знаете, на колу, чтобы он просто посидел, я все ждала, трактор ли его переедет, или может уксус он выпьет по пьяни, вот что такое, ну в моем понимании хороший конец был бы вот такой, ну там все совсем по-другому, я не буду спойлеров, посмотрите, если не видели фильм «Молодая жена», он очень цепляет по-разному, ну в общем он тоже про ревность, и еще про ревность, тоже у меня такая рекомендация, посмотрите в интернете историю советской конькобежки Инги Артамоновой, которую в 29 лет чемпионку мира, красавицу, зарезал из ревности муж, причем в доме ее родителей, куда она уже от него сбежала, она погибла на месте, ее муж отсидел год и потом снова женился, у меня вопрос к жене, к новой жене вот этого мужика, я понимаю, женщины прощают мужчинам за капельку даже вот внимание прощают то, что он бросил прошлую жену, то, что он бросил прошлых детей, не платит алименты, то, что он отсудил у своих родных детей последний угол, женщины все прощают, закрывают на это глаза, все, но выйти замуж за парня, который зарезал твою предшественницу, ну, это, я не знаю, это верх, ну, какой-то, знаете, слабоумие и отвага, это называется, правда? А Вики Словарь нам говорит про ревность, видите, мы увлеклись темой ревности, ну, это будет у нас, давайте, пролог, это будет такой анонс для какой-нибудь следующей программы, я пока вас стараюсь, видите, убедить, что не ревнуйте сами, ни в коем случае не общайтесь с ревнивцами, как только вы замечаете у мужчины признаки ревности, вы должны сделать упражнение, я его часто рекомендую, вы должны сделать вот такое вот упражнение, сразу проделать, вот так поднимаете левую руку, вот так и делайте так, все, другого выхода, другого выбора адекватно у вас в этой ситуации нет, А Вики Словарь пишет, что такое ревность, мучительное сомнение в чьей-либо верности, любви, преданности, подозрении в неверности, привязанности, зависть к успеху другого, нежелание делить что-либо с кем-то еще, а вот устаревшее значение ревности это усердьервение. Кстати, болгарский язык на болгарском языке ревность, зависть. Крупская говорила, изучайте иностранные языки, только это позволит вам хорошо знать свой родной язык, когда мы там говорим, ой, я такая ревнивая, значит, вспомните болгарской зависть и послушайте, что вы говорите, вы говорите, я такая завистливая, или про какого-то мужчину, да, говорите, что он меня ревнует, вы гордитесь этим, а вспоминайте болгарский, да, и говорите, он завидует, он завидует, вот, а посмотрела в Яндекс-переводчике, да, на украинском моем любимом языке ревность, запоподливесть, прелесть какая, и еще, к ревности, тоже это из психологии, из социологии, антропологии, к ревности более склонной мужчины, ну, андрогинного, естественно, типа, атлетического с телосложением, мышечные и крупные, потому что, как вы думаете, почему, да, вот, какого-то Романа Полански в ревнивости, не заподозришь, да, даже в его лучшие годы, а вот если это, ну, не знаю, там, Джейсон Мамо, да, ой, уже понятно, что вот он может ревновать, ну, то есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что ревность чувства животное, и тем оно сильнее живет, и тем сильнее развито в человеке, чем он ближе еще к нашим предкам, обезьянам, или я не знаю, кого вы своим предкам считаете, может, голубых китов, ну, вот так. Вернемся к Артему, и все, я закончу разбор домашнего задания, вернемся к Артему, вот знаете, меня, меня очень веселит эта история, и я бы хотела что-то даже, может, узнать там, на эту тему подтверждений, ведь Артем мог просчитаться, он выбирает, как любой мужчина может просчитаться, который выбирает себе страшную жену, чтобы не ревновать, зато никто не уведет, зато изменять не будет, она страшная же, ее никто не захочет, да. Мужчины, если вы смотрите, очень мало вас, но если вы смотрите, никогда так не думайте, никакой прямой корреляции между некрасивостью и верностью у женщин нету. А девочки, вот вспомните подруг вашей молодости, вот наверняка самая некрасивая девочка была самая гулящая, да, это объясняется очень просто, красивые девушки разборчивы, им не надо торопиться соглашаться с кем попало, да, потому что впереди еще миллион будет предложений, а вот девушки некрасивые соглашаются легче, быстрее, потому что им надо торопиться, потому что, а вдруг больше-то никто не предложит, вот мужчины тоже подумайте, прежде чем, красавицы как раз, они недоступны, неприступны, знают себе цену, ну и потом у красавицы значительно ниже гормональный фон, их меньше, просто тянет на, физиологически меньше тянет на приключения, а вот ту женщину, которую выбрал Артем, тянет на приключения сильно, потому что она такая вот приземистая, коренастая, коротконогая, то есть там гормоны плещут со всей силы, то есть он мог просто просчитаться в этой своей, в этом своем выборе, что еще хотела сказать, но это просто вам будет весело, вы меня немножко невнимательно слушали, да, вы пропустили абзац из второй истории, где я вам сообщила, не случайно тоже сообщила, что вот эта старая жена Артема имела дурную репутацию, дурную, а вы про это ничего не написали, ну подумаешь, ну дурная репутация, нет, дело в том, что эта женщина до Артема была замужем три или четыре раза и ни разу не разводилась, как такое получилось, а вот так все ее предыдущие мужья погибали при невыясненных обстоятельствах, либо пропадали без вести. Не знаю, как Артем тоже, почему Артема не насторожил этот факт, да, ну это должно как-то немножко смутить, я несколько таких вот аналогичных историй знаю, как-нибудь расскажу. И теперь главное, право, не для моих же историй вы здесь собрались. Я буду гадать вам на картах. Галина Железнова пишет, моя история. Встречались четыре месяца, потом я вернулась к бывшему, там были незаконченные отношения, но ничего не получилось, и мы расстались с бывшим. Нынешний от обиды уехал в Италию, вернулся через два года. Живет у меня уже пять месяцев, он без жилья, работает на стройке, он близнец, я весы, ругаемся по быту, как ложится моя жизнь с ним в дальнейшем. Может быть, как сложится? Вот такой вопрос. Я Галина, он Виктор близнец. У Галины и Виктора наблюдается разница в возрасте, та самая, с которой мы сегодня начали. Разница в возрасте у них десять лет. лет. Галина, для вас три карты, как сложится ваша жизнь в дальнейшем с Виктором. Три карты. Раз. Два. Три. Похоже, что сложится, но вот тот период времени, насколько карты могут в ваше будущее заглянуть, ваша жизнь очень даже сложится, хотите вы того или нет. Потому что вся эта история для вас по судьбе, то есть здесь есть какой-то промысел высших сил, вы особо ничего не выбираете. Любовь между вами прибудет по разным причинам, она будет прибавляться. Ну, а споры нынешние уйдут. Просто потому, что вам удобнее станет вместе. Привыкните, ругайтесь по быту, притрётесь, как говорится. Вот. Крупные карты достаточно выпадают вам, то есть они практически исключают ваш собственный, наверное, выбор в этой истории. Хотите вы того или нет, но, Виктор, сейчас ваша судьба. И, в общем-то, судьба хорошая. Чувства есть или будут, особенно это будет заметно немножко позже. Большая любовь вас ждёт с этим человеком. Поэтому, ну, потерпите, ссора ещё немного. Тем более, видите, похоже, что деваться вам некуда. Сама вселенная взялась за вашу личную жизнь. Далее, прекрасное. Елена Си пишет, Ольга, я вас второй раз уже умоляю про каждый знак зодиака мужчину дать ценные советы, ключики. Пожалуйста, запишите нам отдельное большое видео. Это действительно интересно. Тема большая, смешная, я думаю, во многом. Да, запишу большое отдельное видео как-нибудь. А сейчас пока вот прослушайте это. Это мем из Инстаграма, но может оказаться полезным. Я смеялась в голос. Вот с этого, в последнее время смеялась с этого в голос и еще персики в огороде. Тоже меня просто очень развеселило. Итак, процент мудаков среди разных знаков зодиака, среди мужчин разных знаков зодиака. Овен 70%, телец 80%, близнецы 0%, а я всегда говорила. Рак либо 1%, либо 100%. Не бывает среднего. Лев 65%, дева 64%, весы 98292%, скорпион 1%, стрелец 100%, козерог 101%, водолей 80%, рыбы минус 400%, вот так вот. Можете написать согласны с этими цифрами или нет. То есть особо выделены у нас в ту или другую сторону рыбы и весы получается. и опять же вот ай-ай-эм или 2-эм не знаю как это правильно называется пишет про историю Ларисы вообще теперь переживаю хоть бы он был не педофил у них часто такие схемы Лариса ни при каких обстоятельствах не оставляйте ни с кем детей тем более с мужчиной чужим помните он и мне отец тоже по моему в позапрошлой программе да мы обсуждали в той же программе вот где эти истории было письмо от одной нашей зрительницы Ларисы которая дождалась принца из какой-то жаркой страны которую он ей дал 3 дня на раздумья там что-то приглашала замуж кошмарная история воняющая криминалом очень сильно и честно говоря я тоже после того письма прямо не сплю переживаю за Ларису и за ее детей потому что этот герой и так поняла оказался у них дома Лариса его пригласила к себе вот Лариса если вы нас слышите пожалуйста напишите что с вами все в порядке спасите наши души а то мы прям правда ночей не спим и в эту тему тоже Ева Иванова пишет услышала историю Ларисы и виртуального жениха этой ситуации сто процентов моей родственницы которая никогда не была замужем ей 60 лет и вдруг в инете ее стал осаждать сорокалетний мужчина киношной внешности месяц переписки и уже признание в любви предложение руки и сердца и уже собирается приехать из Лондона к родственнице все мои доводы летят в урну как образумить ее я не знаю Ева и все остальные вот обратите внимание что ваша родственница никогда в жизни не была замужем а когда ей 60 вот она встречает принца вот тоже здесь хорошая схема представьте вот эта девушка не привлекла к себе внимание в расцвете юности когда ей было 20 или 30 лет никому не понравилось никто ее ни один принц не заметил в 40 лет а в 60 вот она как раз дозрела ягодка дозрела чтобы принц киношной внешности из Лондона прилетел забрал ее в прекрасное далеко ну вот представляете какая это не наивность на самом деле это корона это то о чем тоже я планирую с вами серьезно говорить то есть это иллюзия исключительности собственной но Ева не пытайтесь отговорить вашу родственницу раз она не была замужем ей 60 лет у нее наверное нет маленьких детей да то есть у нее на иждивение никому нет а со своей жизнью каждый человек дееспособный совершеннолетний волен распоряжаться как угодно вот просто как угодно поэтому пусть переписывается пусть делает что хочет я думаю что вот конкретно у этой истории никакого ну знаете трагического конца нету в отличие от истории Ларисы потому что там что-то вообще обычно вот эти мошенники не приезжают они все проделывают дистанционно убеждают женщину в любви дистанционно ее уговаривают взять большой кредит либо продать квартиру также она им дистанционно передает эти деньги посылает и все вот схема такая а вот если он уже прям приезжает живьем вот это уже что-то ну совсем совсем плохое то есть тут и сексуальное рабство для детей и все остальное это страшно вот а 60-летний родственница пускай живет как хочет единственное что если к ней все-таки соберется приехать этот герой настоите чтобы вы его встречали в аэропорту вы должны видеть откуда рейс рейс будет мы понимаем да не из лондона а из хургады потому что эти герои все оттуда и так далее но вообще нет она имеет право что угодно понимаете я все-таки свободу человека уважаю и любой выбор да если вы не растите маленьких детей или котиков например да то прыгайте хоть 16 этаж ваша жизнь ваше личное дело хотите с принцем уезжайте в египет хотите что хотите алкоголь наркотики ускоряйтесь как угодно вот любой человек я считаю совершеннолетний вправе распоряжаться вот этим даром как угодно ну просто кто-то мир спасает а кто-то вот переписывается с принцами жарких стран китка пишет я на пути больших перемен очень хочу открыть новое направление в моем бизнесе записать онлайн курс то все было против то вдруг сразу два варианта с кем сотрудничать попросите карты помочь определиться мне с выбором брат советует своего оператора молодой и недорогой а подруга предлагает целую команду специалистов профессионалов дорого но может стоит того то есть мы должны такой вот выбор я думаю две карты тогда да одна первая на молодого дешевого оператора а вторая карта нам скажет насколько окупится ваше вложение в эту команду профессионалов специалистов так молодой оператор конец истории как-то сразу или вы откажетесь как только более детально условия узнаете может он не такой молодой окажется или не такой дешевый дороже запросит да то есть история закончится не успев начаться от этого плана просто по определению придется отказаться а вот команда специалистов профессионалов вообще хочу сказать если вот у вас не шло не шло какое-то дело а тут вдруг пошло сразу выбор да скорее всего и этот выбор не окончательный этот набор вариантов не окончательный скорее всего будет и третий вариант и четвертый и пятый и вы сможете выбирать действительно лучше потому что видите как история сдвинулась с места и теперь перспектива самый разный но команда профессионалов тоже надо вам или не надо кейт а вот это удача вот заметьте две восьмерки две карты обе восьмерки только это восьмерка кубков говорит что ничего не будет то есть это безосновательно он растворился может быть пока вы ждали эту программу этот ваш молодой оператор и вообще растворился за горизонтом и передумал и больше себя не предлагать вот а здесь восьмерка жезлов удачи везения быстрое продвижение к цели то есть вот это выбирайте это выбирайте это визе повезло что вы натолкнулись на такой вариант с этим далее КМ пишет последние пять лет встречалась исключительно с мужчинами младше себя 24 года разница незаметная но вот когда были 7-9 лет разницы нервы они мне потрепали мы представляем если на старшую мужчину смотреть то тут нужно конкретный физконтроль проходить очень оценивать мужчину его характер с ним труднее ужиться будет но я как бы не отбрасываю этот вариант тоже хочу тогда чтобы защитником для меня был сильнее меня и возможно научил чему-то новому в этой связи у меня на примете есть один мужчина старше состоятельный спросите карты Карина и Гирт есть ли у нас серьезная перспектива отношений на ближайший год и возможность совместных детей и общей семьи и так Карина и Гирт какие у вас серьезные перспективы на ближайший год раз три карты мы достанем два и три ну очень спорная карта выпадает перспектив четких нету как нет и понятных каких-то намерений вероятно у вас у всех не только у него но и у вас тоже практически отношения сейчас пребывают или начались с чего-то кризиса с какой-то кризисной ситуации с тугого узла от которого очень трудно считать от которого очень трудно танцевать и развивать любовную историю между вами Карина и Гирт есть крупные тайны большие тайны не обязательно плохие какие-то злые но все-таки это запутанная или запущенная информация которая так или иначе с которой надо сначала разобраться прежде чем иметь планы ну а девятка пентаклей это вообще карта холостяков и старых дев она говорит что в этой истории опять же я думаю что и вы и он тоже встретились два в общем убежденных холостяка это вспомните мою историю с позициями в отношениях сильные слабые девятка пентаклей это когда оба в сильной позиции когда у обоих не особое чувство и обоим особо это не нужно как правило такие истории заканчиваются абсолютно абсолютно ничем ну то есть скорее для карины наши с картами ответ нет и вот конечно царь комментарии у нас просто сто раз спасибо что написали потому что это даже как-то по-моему ход рубрики даже наши может поменять намного меня вдохновили Мария прислала такой комментарий вы так много говорите об отношениях и совсем не говорите о самореализации а ведь это главный пункт на пути к счастливым отношениям разве нет да 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 Мария и все самореализация главный путь на пути к счастливым отношениям это главный путь вообще ко всему к физическому здоровью к счастью к психическому здоровью к долголетию в конце концов и так далее давайте поговорим об этом пожалуйста у меня тема это очень болит мне много лет а я работаю на нелюбимой работе и понятия не имею а чем же хочу заниматься как же разобраться в этом вопросе по пути какого ремесла пойти и влияет ли выбор профессии на выбор профессии положение небесных светил я весы 88 года рождения да безусловно влияет ну естественно да что еще влияет на выбор профессии положение да нужно смотреть гороскоп это вот первый ключ если вы хотите все-таки узнать и разобраться в любом возрасте ну желательно пораньше конечно вот жизнь она не резиновая к сожалению или резиновая вот это ваш гороскоп натальная карта если известно точное время рождения то вы вообще можете в мельчайших деталях все-все изучить положение планет в знаках в домах аспекты между планетами указания управителей домов и так далее там в принципе у многих людей прописан прям идеальный профессиональный сценарий или творческий сценарий там все-все вот это вот есть конечно влияет очень хорошо если вы выращиваете детей тоже смотреть их натальные карты потому что понятно в какой кружок ребенка отдать кто у вас растет физик или лирик танцы или шахматы вот это вот все прекрасно и да лучше всего вот это самореализация если мы именно строго о профессии потому что знаете самореализация это очень содержательное понятие всеобъемлющее ведь есть люди которые полностью самореализуются в романтических отношениях и в семье а профессия это так работа это так знаете сбегать чисто мелочь формальная в жизни а полная реализация именно через любовь к детям идет через любовь к мужу там к жене вот это все ну тоже это большой такой разговор а если мы говорим про выбор профессии прекрасно когда везет когда в детстве или в отрочстве находится я была знакома с одной женщиной не в связи своей работой а так как-то познакомилась с одной удивительной женщиной которая нашла себя профессионально в детстве в подростковом возрасте она ветеринар в Москве чтобы вы понимали очень дорогостоящий ветеринар не в клинике там кошечки собачки да а она обслуживает крупные животные лошади да у богатых людей ну вы знаете в Подмосковье есть конюшни с дико богатыми лошадями породистыми и вот она лечит вот этих лошадей представляете каких это стоит денег это тяжелейшая физическая работа господи я к лошади не могу просто подойти даже на расстоянии метра у меня панику абсолютно а вот это вот это тяжелый труд ответственный и все но она зарабатывает колоссальные деньги и она мне сказала что она выбрала профессию ну там я не знаю в возрасте до 10 лет и больше ни разу не сомневалась в этом выборе целенаправленно шла по закончила там не знаю где этому учиться да наверное это сельскохозяйственная академия какая-то или что-то и все вот вот так но в любом возрасте я думаю по крайней мере надо к этому стремиться вот будем говорить обязательно Мария спасибо что вы написали далее Татьяна Талиса пишет прошу карты ответить встречу я взаимную любовь в течение года или нет вот такой конкретный срок ну что ж какой вопрос такой ответ емко лаконично Татьяна рак 17 июля родилась раки это есть такая аксиома ну или легенда астрологическая что раки без любви жить не могут что у них вот настолько нежные жаждущие романтики сердца что они прям вот ну за любовь родину продадут вот правда это или нет вот я вижу исключения среди раков ну в основном это не близкие люди да из моего окружения как раз в моем окружении люди все такие с любовью вот а вот среди известных людей да каких-то вот Ангела Меркель которая еще недавно целой Европой управляла ну вряд ли для нее романтическая любовь когда-то что-то значила ну нет любовь к демократическим идеалам поверю на любовь к мужчине думаю на 18 месте для нее всегда была и Татьяна раз три карты давай три у нас сегодня по кругу одни и те же карты ходят королева Пентакли ну увы и ах ну года не только на один год карты говорят что наверное пока вот от планов именно стать женой и хозяйкой ну как бы общего дома да с кем-то пока в этом году придется отказаться планы не то чтобы плохие но обстоятельства против что-то не складывается причем эти планы рушатся довольно скоро у вас могут быть знакомства у вас могут быть какие-то подходящие женихи у вас могут быть вполне уже четкие ваши собственные серьезные намерения на эту тему но неожиданно просто от этих планов ну вот приходится отказываться потому что они заранее обреченные но заранее вы об этом не знаете но карты знаете пока все отменяют и скорее говорят вам нет но тем не менее они не самые плохие они не пытаются перечеркнуть будущее вашей личной жизни как-то насовсем карты может быть немного откладывают наступление события отлагательное условие что-то должно в вашей жизни знаете эта карта говорят нет это значит что жизнь судьба что-то должна в вашей жизни совершить раньше поставить на более как бы первое место раньше искомого да то есть вот например вы хотите встретить взаимную любовь а судьбе виднее а судьба считает что в этом году вам надо работу поменять высшие силы считают что вам надо пока подсунуть какую-то хорошую должность и большую зарплату например большие деньги понимаете да то есть до искомого события еще и очередь должна дойти вот я думаю вам в этом году просто надо ждать какие-то счастливые перемены только они на другую тему с другой стороны счастливее судьба вот и все далее прекрасный вопрос Татьяна Хорошкова пишет погадайте мне пожалуйста на моего мужа Карандышева он Вячеслав 2 июля родился я Татьяна 28 июня это оба раки что ли получается вопрос карта что ждет наш брак в ближайший год ну прелесть прелесть прям сто раз Татьяна что вы такую конкретную литературную аналогию нашли для своего мужа это же вот ну не все все хватает воображения да не нет таких в основном комментариев и письме таких мне пишут а кстати жаль мне было бы понятнее да допустим там кто-то пишет я встретила парня ну чистый Алеша Карамазов да это вот как-то было бы даже я вас задохнуть почему ваш муж Карандышев вот скажите почему это же все-таки персонаж такой многолиткий почему ваш муж Карадышев он что у вас на почте работает или вы подозреваете что он может вас застрелить однажды туманным утром на Волге не знаю но тем не менее что ждет ваш брак счастье 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 в браке вас ждет вы знаете во первых у вашего мужа присутствуют к вам чувства настоящие романтические может быть слишком романтические может быть вы как раз не этого от него ждете знаете ведь женщины в браке от мужчины не ждут обычно признание в любви или прогулки под луной да жена это не невеста жена ждет уже чтобы муж хорошо зарабатывал был защитником дома чтобы он ну что там полочку мог прибить или яхту купить старшему сыну на свадьбу ну то есть уже какие-то другие потребности у вас есть романтика романтический влюбленный ваш муж вас вам этого скорее всего не надо а вы видите здесь две фигурные карты и они очень разные по статусу по энергетической наполненности например вас королевой жезлов карты описывает хоть вы получаетесь по солнцу ну рак да у вас внутри может быть достаточно огненный жесткий гороскоп а ваш муж рыцарь кубков нежный романтический и в общем на особые такие авторитетные или профессиональные подвиги не способны то здесь сливаем сливаются и бурлят на стыке да две энергии противоположные вода и огонь я думаю карты не случайно ваши портреты выбросили нам то есть посмотрите вы разные люди разные люди но у вас есть счастье и будет счастье и больше будет даже счастья в браке кстати это десятка кубков которые описывают не только отношения в вашей паре но и отношения как бы вашей пары с третьими лицами десятка кубков это редко два человека это еще и дети это еще какие-то родственники это вообще просто в целом знаете такая благоприятная среда а в итоге по факту счастье получается вот просто грустный философский комментарий Светланы Мороз был 2015 год смеркалось а я живу в Белгородской области рядом Украина к нам на работу пришел работать он большими буквами молодой высокий амбициозный ему 24 мне 42 поначалу он мне не нравился даже противен был но я стала замечать пристальное внимание к себе завязалась перепиской бурный роман но слава богу он уехал я оборвала общение зачем приезжал дважды и даже не подошла ни к чему даже не гадала на него понимая что не моя судьба вот так ну вот вот так просто дальше ттт имя зрителя зрительницы и она спрашивает будет ли что-нибудь хорошее в отношениях с красивым мужчиной я козерог он скорпион почему скорпионы всегда красивые вот скажите мне и так будет ли что-то хорошее в ваших отношениях с красивым скорпионом раз два три да действительно любовь романтику чувства сильные карты описывают будет что будет любовная история у вас с этим красивым скорпионом любовная история не знаю что вы называете хорошим тут у нас тоже могут потребности очень даже разница это как хороший конец фильма молодая жена как мы его по-разному увидели так и здесь понимаете между вами будет роман понятно свидание расставание обещание любовь и разные любовные сцены свидание девятка кубков это роман это совместно проведенное время а карта повешенной здесь говорит о подпевает она говорит о сильной привязанности может быть даже в какой-то момент аддикции она говорит о невозможности для вас этого романа даже избежать то есть девятка кубков с тузом кубков описывают ну вот знаете прям любовную историю такой книжный вариант где прописаны в мельчайших деталях интерьеры слова героев диалоги наряды естественно признание постельные сцены то есть вот такую вот программу вам будущее подготовила прекрасно единственное что мы не можем сказать конечно такую историю про такую историю насколько она будет долгосрочной и дойдете ли вы например до брака или до общего дома но может быть вам этого и не нужно может быть вы ищете вот утоление чувственной какой-то жажды вот это будет как раз наталья пишет полгода пытаюсь знакомиться на сайтах знакомств с мужчинами а в апреле удалось познакомиться с иностранцем гиан не правильно читаю ну так гиан и он мне понравился писал романтичные письма но через месяц пропал как они все да пропадают почему-то главное ровно через месяц спросите пожалуйста у карт будет ли еще шанс вновь начать общение с гианом жан что ли правильно как прочитать это слово жан наверное будет ли еще у вас шанс вновь начать общение с этим человеком сайта знакомств 1 ох кто-то загордился в этой истории кто-то закрылся прекратил общение загордился то есть что вас развело почему вот надо сейчас заново все это включать почему с первого раза не пошло какое-то неравенство вероятно есть неравенство в чувствах в положениях но шанс будет двойка мечей здесь есть то есть не надо пытаться вам эту историю как-то самой продвигать мужчина скорее всего закрыт категорически закрыт закрыт временно но с этим ничего сделать сейчас нельзя будет что-то вроде любовной переписки любовное письмо любовные новости известия какие-то признания приглашения предложения вот это все будет то есть это будет буквально то что вы то о чем вы спрашиваете еще один шанс начать общение все большего мы вам не обещаем здесь будете ли вы постоянной парой во что этот шанс в принципе вылез потому что если у вас видите правильно не развивался первый шанс когда вы вначале стали общаться то второй шанс у него еще меньше запала до заряда еще меньше вероятности что ну все хуже получается со второй попытки понимаете и любовь здесь не исключение поэтому да на ваш вопрос ответ да у вас будет еще один шанс но надо будет как-то вам действовать по-другому вероятно просмотреть все программы Ольги Филимоновой в рубрике вопросы-ответы потому что я даю конкретные советы будущих программах надеюсь если они будут тоже буду давать конкретные советы как вот эти вот самые шансы притворять воплощать и не упускать но шансы есть следующий вопрос Ирина Скоровская спрашивает мой вопрос картам как сложится моя жизнь в ближайший год в городе Авеяру я беженец из Украины с марта в этом португальском городке и как-то меня неприятно начинает накрывать разочарование не вижу перспектив на которые хотела рассчитывать Ирина для вас ваша жизнь в ближайший год в городе Авеяру какое красивое название слово так окажется да что в городе Авеяра должны к пристани приплывать корабли с алыми парусами я не знаю есть ли там пристань раз два три какие-то любовные романтические перспективы вам карты обещают мы не знаем чего вы ждете и что вас разочаровывает да может быть там найти работу как-то реализоваться не знаю карты говорят что вас ждет новое любовное романтическое знакомство в этом городе вот она вестник новой любви опять же девятка кубков описывает роман достаточно такой понятный реальный конкретный ну а король жезлов это возможно и даже похоже портрет мужчины встреча с которым вас ждет в этом году вас ждет пока любовная история отложим все остальное наверняка у вас есть какие-то чистолюбивые замыслы планы такие социальные личные но пока вас ждет просто очень вдохновляющие очень интересная любовная история кстати мужчина огненный можем привязать даже к стихии то есть овен лев или стрелец не знаю нравятся вам такие обычно они всем нравятся июля миронова пишет погадайте мне пожалуйста откроет ли некая ольга филимонова мой любимый блогер рубрику о макияже до конца 2022 года юлия я действительно слышал что ольга филимонова прошлой зимой готовилась к открытию рубрики о макияже даже собиралась купить выбирала какое-то специальное оборудование там же нужны зеркала с подсветкой вот это вот все но и для чего ей это нужно чтобы иметь уважительные причины скупать всю косметику какую она видит а ибо имеет она такую страсть вот рубрика готовилась но вы знаете да что пришли иные времена пришли иные времена да поэтому это вопрос под вопрос под вопросом скажем так я благодарю вас дорогие зрители за внимание за то что вы посмотрели надеюсь что что-то было вам полезно увидимся